Я тот самый мастер, который не умеет срезать кутикулу ножницами. И это сегодня я вам продемонстрирую аж три раза. Первая клиентка это моя постояшка. Здесь мое покрытие, мы делаем всегда такие короткие ногти, какие-то нежные розовые цвета и дизайн на один ноготов. В этот раз вроде неплохо все относилось, но у этой клиентки есть одна небольшая проблема. Вечные отслойки у боковых валиков. Я перепробовала разные материалы, базы, гели, полигели, но ничего не помогает. В принципе для клиента такая носка нормальная, она довольна покрытием, потому что вроде как на первый взгляд ногти целые, да? Они не отвалились и для клиента это самое главное. Но вот когда я начинаю снимать покрытие, я же вижу эти отслойки и я понимаю, что это ненормально и так не должно быть. Но к сожалению, это такие есть клиенты, их к счастью немного. Ну вот у них постоянно отслойки и с этим ты ничего не поделаешь. Со всеми моими клиентами я работаю по одной и той же схеме. Снимаю старое покрытие, затем идет подготовка ногтевой пластины с помощью пилки. Этот момент здесь я не упустила, почему-то смонтировала без него. Дальше я приступаю к аппаратному маникюру. И здесь на этом этапе видно, что ногтевая пластина на некоторых ногтях абсолютно голая. Это из-за того, что были отслойки. Поэтому нужно снять полностью старое покрытие, если отслойки ползучие. Есть такие, да, отслойки, которые вы их пилите, а они идут дальше. Вот эти отслойки очень опасны. Их нужно убирать сразу и оставить голую ногтевую пластину, как это сделала я. Я уже сказала, что у меня будет аппаратный маникюр, но это было по привычке, потому что здесь у нас будет комби-маникюр. Я работаю в комби-технике только летом, когда очень жарко и когда все шарики очень сильно пекут. Тогда в помощь мне приходят ножницы, которыми я работать, к сожалению, не умею. Я очень стараюсь, но еще ни разу мне не получилось срезать кутикулу на всех 10 пальцах идеально, чтобы потом ничего не дорабатывать шариком. Очень важную роль играет здесь выбор ножничек. Я, к сожалению, не показала, что это у меня за ножницы, но вижу, что здесь вроде как изогнутый носик. Это от фирмы Stalix. Они очень удобные и очень острые. Но все равно, видите, после среза я дорабатываю шариком, потому что мне кажется, что так получается более чистый маникюр. Здесь я вроде как полирую шариком и работаю на очень низких оборотах, где-то 4-5 тысяч оборотов. На такой скорости шарик не печет. Повторюсь, что шарик печет только в жаркую пору года, то есть летом, когда 30 и выше градусов. Тогда любое прикосновение шарика будет ощущаться болезненно. Я это проверила не раз, не только на своих клиентах, но и на себе. Уже приступила к укреплению ногтей. Здесь вижу, использовала молочный гель. Работаю в технике без опила. Это моя любимая техника, работаю с ней почти всегда. Но опил формы я еще не делала и длину лишнюю не убирала. Это все я буду делать только после выкладки геля. Чтобы образовалась толщина на торце, я спокойно могла выпилить натуральный ноготь. Так как при работе с гелем это прям необходимость. Нельзя оставлять натуральный ноготь на торце. Я уже говорила, что эта клиентка любительница розовых ногтей. В этот раз это тоже не исключение. Она выбрала ярко розовый и светло такой выбеленный розовый под дизайн. В качестве дизайна у нас наклеечки. Цветочная тематика. Она такую тоже любит. Очень удобно клеить наклейки с помощью этого пинцета, у которого есть силиконовая копытца с другой стороны. Прям советую однозначно, кто любит клеить какие-то наклейки или слайдеры. В общем, это будет очень выгодное приобретение. Не знаю, увидите ли вы еще эту клиентку на моем канале. Так как она уехала к себе на родину домой, в свою страну. И я уже ее не видела почти 4 месяца. Поэтому не знаю, вернется она или нет. Вторая клиентка это, скажем так, довольно таки новая клиентка. Я с ней работаю совсем недавно, несколько месяцев всего лишь. Она любит обычное стандартное покрытие, короткие ногти. Вообще, она изначально, когда пришла, она попросила сделать ей только гель-лак. Она говорила, что ей укрепление не нужно. Но ноготь на указательном пальце у нас треснул. Это доказательство того, что укрепление все-таки нужно делать. Ну, именно для этой клиентки. Может, она подумала, что за укрепление нужно доплачивать. Хотя цена у меня стоит одинаковая на все. Даже на гель-лак. Потому что гель-лак, повторюсь, я никогда не делаю. Я все равно, даже если ногти крепкие, я делаю легкое выравнивание с помощью боттл-геля. Чтобы уж наверняка все хорошо проносилось. С этой клиенткой мы тоже, кстати, больше не видимся. Она пришла ко мне несколько раз. Всего лишь 4 или 5 встреч у нас было. После этого она мне написала, что она не сможет прийти. Хотя изначально она была довольна. Записывалась сразу на месяц вперед. Потом она написала, что она заболела, не сможет прийти. И больше мы с ней и не увиделись. Не знаю, возможно, ей что-то не понравилось в моей работе. Здесь, видите, на этой клиентке я показала, что после работы в призо я отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Здесь она такая прям налипшая, эта кутикула. И дальше обрабатываю ногтевую пластину с помощью пилки. У меня пилка 100 на 180 грит на деревянной основе. Покупаю их на Алиэкспресс большими партиями по 100 штук. Дальше идет обработка кутикулы. Здесь она у меня стандартная, скошенный цилиндр, без которого у меня не обходится ни один маникюр. Он убирает почти весь птериги и приподнимает кутикулу. Этой же фрезой можно зачистить боковые пазухи, боковые валики грубелые. Она тоже с этим хорошо справляется. После этого я беру в работу красное пламя. Но в этот раз, вижу, мне попалось синее. Не понимаю, почему. Наверное, просто такое попалось в крафт пакете. С фрезой плама я работаю всегда слева направо изначально, потому что мне так более удобно, я правша. Вычищаю весь птериги, который находится под кутикулой и стараюсь ее немножко вывернуть, подготовить ее к срезу. Здесь я уже показала, какие ножницы использовала. И вам кажется, что я здесь режу очень быстро. Но на самом деле этот участок, этот урывок видео я ускорила почти в два раза. То есть, вы представляете, как медленно я там что-то старалась отрезать. Даже не пытаюсь сделать идеальный срез. Знаю, что он у меня не получится, так как эти ножнички мне не нравятся. Они не хорошо заточены. Мне кажется, я их покупала на Алиэкспресс. Если вы не знали, то на Алиэкспресс можно купить ножнички и вообще инструменты Stalix. Я даже видео делала на канале. Если не забуду, то оставлю ссылку внизу в описании. Там цены очень высокие были и качество было не очень хорошее. Возможно, это все подделка, а не оригинальная продукция от фирмы Stalix. Потому что, повторюсь, я вот в начале видео работала оригинальными ножницами от фирмы Stalix. И вот они просто замечательные, хорошо заточенные и режут как по маслу. А вот эти с Алиэкспресс никуда не годятся. Я уже приступила к укреплению ногтей. На указательной я нанесла базу только на половину ногтя, так как там я буду ремонтировать его с помощью полигеля. А все остальные покрываю и делаю небольшое выравнивание с помощью билдер базы от фирмы Beauty Luxe. Она довольно-таки жесткая, не такая как гель, но и не база обычная. Она будет хорошо держать ногти, как клиентка хотела. Мне гель-лак, но я сделаю базу жесткую, чтобы она все-таки хорошо проносила. Но, честно, уже не помню, как они относились, эти ногти. Видео у меня, к сожалению, нет. Я в один период просто перестала снимать клиента. У меня закончилась память на телефоне, на компьютере. Я больше не хотела снимать, поэтому у меня был такой период. Несколько месяцев я просто не снимала видео, и эта клиентка тоже... В принципе, здесь нечего интересного вам показать. Короткие ногти, однотонное покрытие, что показывать? Но, так как это видео я уже сняла, я решила все-таки его смонтировать и показать. В этот раз клиентка выбрала очень красивый красный цвет от фирмы Your Sugar. Очень он ей подходит, как мне кажется. Топ решила использовать тоже от фирмы Beauty Luxe. Глянцевый, без липкого слоя, и, как всегда, делаю небольшое выравнивание и помогаю себе тонкой кистью. Если в будущем эта клиентка вернется ко мне, то я обязательно вам расскажу, почему она сделала такую большую паузу и перестала ко мне ходить. Ну, а пока что на момент съемки этого видеомонтажа, я не знаю, вернулась она или нет. Третья и последняя работа на сегодня, это тоже моя постоянная клиентка. Ну, и она продолжает дальше ко мне ходить. Здесь какая-то такая странная форма ногтей, я что-то не понимаю. Это я такое сделала, либо клиентка сама подпилила себе ногти. Не могу сказать. Мне кажется, что я делала квадрат, и она сама себе дома его перепилила на что-то такое непонятное. Потому что, ну, вот такую прям форму я точно сделать не могла. Да и к тому же, в этот раз она попросила сделать именно овал. Поэтому я думаю, что все-таки она дома постаралась. Хочу сказать несколько слов по поводу этой фрезы. Это фирма Hytos. Очень удобная фреза. На ней нету никакой насечки. По ощущениям, она красная. Но она работает очень мягко и быстро снимает старое покрытие. Я работаю на максимальных оборотах. У меня оригинальный аппарат Marathon. Но снять я всегда произвожу на максимальных оборотах. И пыль вся попадает абсолютно в вытяжку. Она не остается на перчатках. Она не застревает где-то на мне. Очень такая мягкая пыль. Мелкая, да. И она прям вся всасывается. Очень удобно работать с этой фрезой. Плюс у нее такая прямая поверхность, которой можно идеально сгладить ногтевую пластину. Что пилочка здесь зарабатывать в принципе ничего не нужно. На этих руках непростая кутикула. Она грубая. Ее много. Много птеригия. Кожа вокруг тоже очень сильно нарастает, загрубевает. Поэтому здесь я всегда долго работаю именно над маникюром. Но зато потом после обработки вы увидите, насколько сильно преображается кутикула. Вижу в тот раз я взяла дополнительную фрезу. Но у нее очень пухленький носик. И она в принципе после скошенного конуса бесполезна эта фреза. Она ничего не вычищает, не приподнимает кутикулу. Возможно немножко слегка. Но в принципе она здесь была лишняя эта фреза. Еще одна попытка неудачная срезать кутикулу. Но здесь мне понравился результат. Потому что я сначала как бы надрезаю самую такую большую часть кутикулы. И потом уже буду дорабатывать в аппаратной технике. И тогда уже получается просто идеальный маникюр. Сейчас на видео я смотрю и вижу не вычищенные боковые пазухи. Не понимаю, почему я их не дочистила. Возможно у меня не было тонкого пламени в графт пакете. Или вообще не понимаю по какой причине я оставила их в таком не идеальном состоянии. Но зато кутикулу срезала хорошо. Эти ручки всегда укрепляю гелем. Я знаю, что они эксплуатируются очень сильно. Поэтому здесь в ход идет мой гель замес. Это еще остатки старых моих гелей. Скоро я уже смонтирую видео с новыми замесами. Почти под каждым видео у меня спрашиваете ссылку на кисть для выкладки геля. Я всегда ее оставляю внизу в описании. У меня это кисть из набора. Там есть три кисти. Я использую именно для акрила. Она самая удобная, как по мне. За кадром опилила форму ногтей. И приступаю к покрытию цветным геллаком. В этот раз у нас будет опять Your Sugar. Два пастельных оттенка. Под них лучше было бы нанести белый гель. Молочный гель для укрепления. Но в принципе даже с таким камуфлирующим гелем. Этот геллак в два слоя идеально перекрыл ногтевую пластину. Никакой дизайн мы добавлять не стали. На таком варианте и остановились. Напоминаю, что все ссылки будут внизу в описании. Также не забудьте подписаться на мой телеграм канал. А я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok